И неверное внутренним формированием. И там надо много чего менять. И оно одно за другим будет постепенно решать эту задачу. Сейчас в концерте засняли на карте. Я подемонстрировала себе все гарантии. И мне сделала себе... Ну что за роль у тебя в концерте была? Так, что из плечи трясутся руки, а не сердце. И это прямо видно там. А потом у меня как бы пошло изнутри мощный, таким самым, как в детском, что ли, зал. И что? Ох, ну... Такой мощный класс, ну как мне с ним страсти. А что не удается сделать? Как с пластом-то? Это сложно так говорить. Это не конкретно. Как справиться с пластом этим открывшимся? Посмотри, начинай подетально рассматривать, что тебя смутило. Плечи опущены? Ну все, прими к сведению. Другой расстраивайся, сделай плечи по-другому. Руки трясутся, ну... Придумай какое-нибудь интересное упражнение. Там, закрепи их. Или хочется выглядеть... Ого-го! А никак. Ну, тоже уметь надо принять себя. Так, ну да, ну... Ну, плечи пусть... Ну и что? А я себя не видела, я просто не ощущала ничего. Ну, и... И жалко стало, так. Ну, тогда принять надо себя. Такое, как есть. Если ты старалась и получилось так, как есть, ну, это нормально. А оно с самого стесного, как стало. Вот, так учись к этому относиться проще. Принимай себя так, как есть. Это нормальное явление. Ну, плечи переехали на бок. Ну, и ладно, ничего. Вот такого-то. Что же за проблема? Плечи на бок, на бок. У тебя и жизнь никакая уже. Ну, при чем тут такие сравнения? То есть нам попроще посмотреть. Вы не пытаетесь выглядеть героем мира. Ну, вы такие, какие есть. Все разные. Все нормально везде. Ну, голова там кривая, ноги там какие-то, на бок. Ну, и что вы? Ценность-то не в этом заключена. Главное, твое состояние, твое отношение, вот эта радость, вот это внутреннее добро твое, оно является важной ценностью, а не внешне. Нормально все внешне относятся. Это преломление очень неверное, когда люди так по внешности пробуют что-то оценивать. Это их неграмотность. В этом больше проявляются. Поэтому не надо к этому привязываться. Но так как это очень сильно развито, оно, естественно, вот у тебя, оно и скрылось. Ну, так-то это не только, получается, твоя болезнь. Это сейчас, наверное, ведь наверняка все, кто посмотрели себя со стороны, оказались недовольны. Это, будь уверенна, это точно. Кому-то не показалось глаз, как-то он приморгнул странно. И так как кассета-то уже есть, это же переживание, он же поймет, что ведь все люди будут смотреть на этот глаз. Ведь никуда они не посмотрят, а именно на этот прищуренный глаз, этот странный, мерзкий такой. А ведь не исправишь ничего. Вот переживание там, вся жизнь отравлена. Поэтому надо тут учиться проще. Это хорошая возможность, как раз видишь, тебе обратить на то внимание, что, в общем-то, следует пересмотреть по-другому. Просто на это надо по-другому сгибать. Все нормально. Поэтому не торопись переживать. Будьте такими, какие вы есть. Не пугайтесь сами себя. То вы себя боитесь. И, соответственно, так как себя не умеете воспринять правильно, то и ближних, получается, не удается правильно воспринять. Искажение одно за другим, оно постоянно идет. Поэтому весь этот путь истинной духовности, она заключена в изменении вашем, когда вы прежде на самих себя смотрите. Все нужно, оно внутри вас есть. Все, познаете себя, вы познаете мир. Вот с себя и надо прежде учиться начинать, а не торопиться править других. С лозунгами прекрасными несетесь, как будто вы хотите помочь. На самом деле больше демонстрируйте себя. И глупости получаются. Вот скромно с себя и начинаете. Прежде всего, вы такие, какие есть, это уже великая ценность. Все нормально. У вас еще будет столько разных тел впереди. Чего их сейчас тут считать, какое когда было. Все замечательно. Потому что благодаря тому, что вы имеете, вы проходите то самое лучшее, что Богом вам предопределено. Имея вы другое, у вас другая судьба бы началась. Но она была бы хуже. Поэтому не торопитесь на дары Божьи смотреть критически так. Ненормально критически. Все нормально у вас. Учитель, а вот к вопросу женщина задала про покатые плечи. Ну, ты ответил, что главное не внешность, да? То есть, а главное духовное. А вот как-то ты в ответе сказал, что так как женщина стареет быстрее мужчины, то мужчина поэтому и выбирает молодых. А разве вот такое отношение? Да. Ну, на личном приеме ты мне это говорила. Вот, и просто, вот это отношение, нас, значит, оценивают по состоянию плоти в данный момент, ну, при таком отношении. Что ты хочешь спросить? Ну, вот мы женщины за это, поэтому очень переживаем за внешность, как мы выглядим, потому что вы нас оцениваете. Ну, ты говоришь, чтобы мы, ну, как-то не переживали, как мы, то есть, какой мы внешности. Так, а ты предлагаешь, что переживать нормально. Но при этом ты же констатироваешь, что... Держал вас. Переживайте, девчонки, переживайте. Что-то там изменилось? Это трагедия. Плачьте. Переживайте. Что? Морщинка появилась? Все. Это труба. Вашей жизни пришел почти конец. То есть, как вы, я не пойму, вы с каких позиций пробуете вопрос задать? Ну, женщина, например, может больше начать внимания себе уделять. То есть, можно ли просто быть опрятной, подтянутой, как-то, ну, просто за здоровьем наблюдать своим, да? Да. Нормально ли это для верующей женщины? Да, что вот многие хотят проглить молодость, чтобы для мужчины выглядеть мало уже, а... То есть, нормально ли просто стараться следить за своим здоровьем, чтобы быть в нормальном состоянии? Ну, наверное... И ты предполагаешь, я могу сказать, нет, ни в коем случае. Это будет противоречить закону. Если уж стареешь, то быстрей. Пусть нормально все. Тянет согнуться, сгибайся. Торопи событий. Быстрее обретешь новое тело, и тебя женщины, мужчины выберут. Ну, надеюсь, вы понимаете, что я не унижающе так шучу. А то опять зададите вопрос. Нет, это, смотрите, нормально же, конечно же, если вы видите, вы есть возможность какая-то, ну, как-то поправить свое здоровье. Стараться гулять больше на улице или еще каким-то образом иметь свежий румянец на своем лице. Да, пожалуйста, как же это можно сказать, что это нехорошо-то? Сколько угодно. Если вы увидели себя со стороны как-то случайно, как-то вы ходите согнуто, можно ли выправиться? Да, пожалуйста, пожалуйста, это нормально для здоровья. Для вашей физиологии это нормально будет, если вы будете так внимательно наблюдать. Но если вы будете излишне переживать, то это никак не будет способствовать вам молодеть. Поэтому я говорю о том, что как раз и должно вас подольше удержать в хорошем состоянии, настроении. А это хорошее ваше, что прежде, настроение. Это отсутствие стремления к переживаниям. Не торопитесь так переживать, они старят вас быстрее. Правильно ли я послушала своего мужа в следующей ситуации? Священник сказал, что я ему нужна для исполнения литургии в соседней деревне, что нам нужно на два часа уехать, потому что я аккомпанирую, и у нас очень маленький состав. А мой муж сказал, что мы эти два часа будем сажать картошку. И внутри себя я оценила, что сейчас за эти два часа мы ее все равно не посадим, и у нас есть еще время для посадки. То есть это не острая нужда в доме, но все-таки послушалась. Правильно я сделала? Еще учитывая то, что через какое-то время муж сказал, что я, наверное, ошибался, и не могу тебе ничего запрещать. Ну вот, видишь, поэтому правильно все сделала. И такие мысли, которые возникли у него, они очень полезны. И они могли возникнуть только благодаря тому, что ты просто послушалась, не стала ругаться, кричать, рассказывать ему об истине, и как нехорошо так поступать. Вот как раз умение ваше смиренно многому последовать, оно играет большую роль поучительную, очень большой для человека мыслящего. Намного дает возможность увидеть. Когда вы начинаете петушиться, тут тогда вы сами препятствуете другому человеку понять то, чего ему не достает. Потому что он включается, он загорается, начинает тоже городить глупость какую-нибудь. Скажи, пожалуйста, прежде чем составить семью, была дохода на подсказках продружить с мужчиной год. Ну, желательно, чтобы вы хоть узнали, хоть с кем вы пытаетесь составить семью. Я проживаю вместе в одном доме с мужчиной с седьмой месяц. Совместно мы воспитываем ребенка, и как бы каких-либо противоречий с каждой сторон не возникают. Это как бы обязательно какой-то срок, год? Да нет, конечно, нет, не обязательно. Это не является никаким каким-то нарушением? Нет, жестким? Нет, нет, нет. Нет, нарушением является просто пожелание, чтобы не торопились. Потом начинайте искать оправдания. Совершенно неуместные, которые видны. С того, что вы просто торопитесь. В Писании есть слова «мальчик не должен видеть недостатков девочек, ее слабость, это очень отрицательно влияет на его мир». Учителя, почему именно акцент сделан на восприятии мальчиков, а девочкам менее опасно видеть слабости мальчика, ведь страхов больше у женщин? Это в случае наибольшим негативным вредом, это больше для мальчика скажется, чем для девочки. Девочка немножко другая психология, и мера ценности немножко иная. Она тоже сыграет родик, конечно же, но если мы говорим о том, чтобы мальчику это не позволили сделать, то это неизбежно коснется того, что этой девочке тоже не удастся сделать. Если мальчик начнет учиться в отдельном помещении, то девочке тоже не получится увидеть то, что может сказаться негативно. Находясь в совместном пространстве, они легко выражают свое соперничание, легко унижают друг друга, то есть рассматривают не совсем хорошо. И вот это их соперничание друг с другом, они, конечно, создают много негативных штришков, которые накапливаются со временем и потом сказываются в жизни. Учитель, является ли это снятием ответственности, ну, именно гармонией с человеком, если он подряд несколько раз угорает, и показывает ли эта гармония что-то у него, что-то неправильно, и надо ли ему переосмыслить вот это вот, что-то в себе. То есть... Ну, то есть, ты говорил когда... Надо ли что-то вообще переосмысливать? Нет, ты говорил когда-то, что если человек снимает соответственность, он то запивается, то наркомания, а вот тут такая неадекватная ситуация подряд. Может быть, ты хочешь спросить, что именно надо переосмыслить? Тут как-то спрашиваешь, надо ли о чем-то задумываться. Задумываться вообще всю жизнь надо. Допустим, является ли это мотивом, чтобы он не влезал более глубоко в истину, или наоборот, ему надо погружаться вот и в истину? За печкой следить надо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. А то вот так. Очень странно будет смотреть на свою жизнь. Упал с велосипеда, все. Видимо, я много читал писания. Отложить надо. Может ли девочка, несмотря на то, что она, конечно, будущая служительница мужу своему будущему, все-таки отдавать предпочтение в учению музыкальному искусству, например, или танцевальному, пока она учится в школе. Либо все-таки ей будет благоприятно заняться ремеслом, но уже по остаточному принципу, если у нее хорошо пойдет ремесло, помощь по дому, там уже где-то занятие музыкой. То есть вот в семье у нас единое разное понимание на этот счет. То есть как гармонично выстроить все-таки развитие девочки? Здесь закона нет. Тоже закона нет. Такого, чтобы однозначно можно было поставить эти приоритеты. Все важно. Ремесло, надеюсь, научить ее шить. Было бы полезно. Если она будет только уметь играть и не знает, как к носкам подойти, с какой стороны. К носкам мужа, которые будут валяться везде. Тогда это будет, конечно, много проблем. В семье, именно в выстраивании семейных отношений. Ну, надо всему учить. Все полезно может оказаться. Ну, можно ей, допустим, то есть если она почувствовала, как предназначение, какие-то из девочек почувствовали, что они хотят музыке больше внимания. Все-таки не ущемлять этот момент. Не надо ущемлять. Что если они где-то действительно не так долго вяжут, там или шьют. Хотя, конечно, большой акцент на обучение каким-то навыкам в хозяйстве девочки. Желательно, чтобы это параллельно обязательно шло. Чтобы не только они играли. Скажи, пожалуйста, у меня такое понимание, правильно или нет, не знаю, что нужно во всех вопросах советоваться с мужем. И когда я у него спрашиваю... Во всех необязательно. Понятно, да, ответ? Теперь ты уже знаешь, что точно делать, да? В каждом конкретном случае. Ну, когда я его о чем-нибудь спрашиваю, нужно ли что-то сделать, он всегда отвечает на любую тему. Делай, что хочешь, делай, как хочешь. Я уже не знаю, спрашивать ли дальше так. Ну, ты переспроси его. Скажи, что ты засомневалась, что, может быть, я докучаю, скажи тебе как-то ненужными глупостями. Правильно ли ты это переживаешь? Или, может быть, неверно? Может быть, он как раз согласен, что ты будешь это говорить? Он всегда будет тебе отвечать, делай, как ты считаешь. Ну, главное, уже успокоился, что тебя... Что он все-таки, его заметили дома. Спасибо. Учитель, благоприятно ли печь дома хлеб на закваске, если я и четверо детей, мы любим хлеб, я люблю печь, а муж сказал, что хлеб на закваске это не очень хороший продукт питания, а лучше лепешки. Но лепешки мы не очень любим. Получается, да? Нет, они получаются очень, ну, как подошва. Очень трудно сжевать, а хлеб всегда... Не, ну тут запретить, конечно, неправильно будет. Если кто-то хочет хлеб на закваске кушать, да пожалуйста. А что все-таки предпочтите, не хлеб на закваске или все же лепешки? Не пресные деревянные. Да хоть навоз. Спасибо. Все зависит от вашего состояния. Вы как маленькие ребятишки. Ешьте что угодно. Будьте добрыми. Ну что ж такое-то. Вы так зацепились, какая-то болезнь у вас стоит. Еда это, ну, понятно, конечно же, вся история человека это бесконечная работа на еду, а поев пойди работать. Опять же на ту же самую еду. Это вся мысль, это добыча пищи. Ничего другого. Только некоторые безумцы творили картины, скульптуры, из голода умирали. Останавливайся. Здесь не только в еде. Мне просто нравится печь. Нравится, когда пахнет. Да замечательно. Замечательно. Я ем на заквасках, я пыли лепешки ем. Правда, не как подошву, я такой не ставлюсь. У меня вкусно готовят. А если подошву, ну, что ли, положите на пол, да вытереть ноги. Подшить порвавшиеся обувь. Отдайте им, может, где-то, сапожнику. Нет, надо вкусно делать, хорошо, с настроением. И нормально их с закваской что-то. Учитель, разручали тобой слова принимать боль близнего на себя. Вы, когда выслушиваете человека, когда внимательно слушаете, вы можете принять его тяжесть на себя в этот момент. Неизбежно. Если внимательно слушаете. Если не будете слушать, вы не примете. Но если слушаетесь, вы начнете принимать ее. Тогда надо плакать вместе. Вовсе не обязательно. Ну, вот это благодарность и давать ему свое, что надо с благодарностью. Нет, нет, это уже другие оттенки ситуации. Принять боль, это одно. А это уже другой вариант, надо ли ему тут же подсказку давать. Подсказку можете давать, только когда вас спрашивают. Вообще, возьмите это за правило. То как-то приходится наблюдать, что вы носите с желанием подсказать, там, где надо, но и в основном там, где не надо. Спрашивают, подсказывают, а не спрашивают. Принимайте. А вот такие понятия, как сострадание, сочувствие? Сострадание, это не умение так же искусно поплакать, как и плачет другой. То есть, как хор, такой, умение спеть в одном там, тональности, там, так же, пореветь, покручениться, чтобы этому легче стало. Он посмотрит нас, ого, прямо легко, так становится. Он тоже ревет, здорово. Не только он один такой тут. Нет, конечно, тут так неверно будет подходить к вопросу. Супереживание, это, прежде всего, вы принимаете, слушая человека внимательно, вы принимаете его боль в этот момент. и старайтесь ему пожелать крепости, сил. Старайтесь не поддаться на соблазн, который в этот момент может легко возникнуть, если переживания этого человека связаны с якобы неправильными действиями кого-то. То есть, он начнет выкладывать вам свое переживание, и вы почувствуете соблазн тоже нехорошо подумать о том человеке. Потому что он передает именно этот образ. Вы им заражаетесь. Вы именно так и поддаетесь всегда в общении друг с другом. Когда о ком-то вам так горячо рассказывают нехорошее, это вызывает доверие. У вас настройка идет, что там действительно нехорошо кто-то поступает. Вот этим не заражайтесь. Тут будьте внимательны, держитесь. Потому что в этот момент боль ведет человека. Когда человека ведет боль его собственная, он, как правило, неверно оценивает ситуацию. там много могут быть искажений. Поэтому главное не поддайтесь искушению и не начните осуждать другого человека. Просто выслушать, попробуйте успокоить. Но внутренне пожелать ему радости, сил, чтобы он укрепился. правильно ли будет мне ответить по телефону на вопрос бывшего мужа, что вам привезти из командировки, следующими словами. Я ведь замужем, спрошу у мужа, а дочери можешь что-то купить. При этом мой нынешний муж не хочет, чтобы я принимала подарки от бывшего мужа. А для моей дочери подарки принимать разрешает. Можно ли не принимать подарки от бывшего мужа? Да. Ну, ответить по телефону. Я ведь замужем, спрошу у мужа, что у меня получается. Ну, спросить можно, да. Сказать так, да, можно. Вопрос от мужчины, от мужа. Правильно ли мне посоветовать своей жене не принимать подарков от ее бывшего мужа? Неправильно. Неправильно. Если она хочет поменять подарки, пускай принимает. И предложить жене объяснить ее бывшему мужу, что она теперь замужем? Нет, неправильно. Я? говорят, что вы говорите, что это год судьбоносный. Я? Да я каждый год вам говорю, что вас судьбоносный, а вы не слушайте. что у вас вообще собрал здесь, это у вас все судьбоносный, я каждый день судьбоносный. Настолько, что вы даже представить себе не можете. Но это вообще может быть и нормально, вам легче, не так пугаетесь. Если бы знали, насколько судьбоносно, то начали суетиться, носиться, разбивать друг друга. Это только хуже было бы стало. Поэтому нормально, что вы настолько не понимаете, еще вам легче, вам везет. Немножко мне, немножко это не так просто. Но не забывайте, все, что раньше вы слышали, играли. Ничего не отменяется. Ничего не отменяется. Это все вам нужно, все вы должны помнить, все должны переосмысливать, вновь и вновь подходить к тому, что однажды могли услышать. Это все играет роль. Такая ситуация. 1 марта накануне было прекрасное солнышко. Утром 1 марта я открываю окошко, а там снег идет за окном. И я так смеясь, говорю, ну надо же, должно быть солнышко, а идет снег. И вот вроде бы как я не увидела, чтобы как-то у меня внутри было недовольство, как бы это был смех такой. Но мне бы сказали, что я выразила недовольство. Нет, смотря как настроение у тебя, с каким умыслом ты пробовала проговорить фразу. Бывает фраза неудачно прозвучит, но это не бывает страшным, если из-за этим стоялась попытка выразить хорошее что-то у тебя, улыбку какую-то добрую. да, вот я пыталась как бы в своем мотиве разобраться, то есть вроде бы была мысль такая, что ну надо же, я тут солнышко жду, а тут смех. Ну и как-то посмеяться над вот этим своим. Ну если по-доброму, то нормально. И такой тогда вопрос. Просто такая эта фраза, она может быть и так, и так сделана. Можно и негодование выразить, а можно и улыбнуться так. То есть я правильно поняла, да, учитель? Поэтому сама фраза не является однозначно негативной. Если у тебя внутренний мотив был нормальный, добрый, без какой-то претензии, какого-то негодования, тогда все нормально. То есть даже если как-то неудачно прозвучала фраза, я могу понять. Спасибо большое. Учитель, можно ли работать мыслью, образами, чтобы притянуть деньги, как в фильме секрет, чтобы купить дом в Петропавловке? Так как давно хочется сюда переехать и возможности нет. Мне пора ли думать о деньгах побольше? Их так не хватает. Нет, тут я не могу поддержать ваши мечты. Не мое это дело. Но это тема вам подсказывать думать побольше. не каждому из вас надо деньги давать. Если кому-то и даются, то это не случайно дается. Значит, и у этого человека есть возможность больше что-то сделать интересного, чем это сделал бы другой, которому это не дается. неправильно. тот, кому это дается, он тоже может сделать неправильно, но он сам будет решать, это его задача, это его испытание, и только ему надо будет самим с собой разобраться. не но главное не вы не кто-то чтобы другой на эту тему смотрел со стороны. Такая очень опасная игра. Зависть. Это так хочется посмотреть в карман другого человека, и более того, еще самому и порешать, насколько он правильно этим пользуется. Это такой соблазн нехороший, гадкий и очень опасный. на этом все многое горит, на этом многое делается преступлений, неприятностей жизни, возникает, ломаются судьбы. Будьте осторожны, потому что обстоятельства происходят так, что у вас у кого-то они могут появиться чуть больше, у кого-то меньше. Это обстоятельство очень для слабых такое скользкое. Поэтому учитесь не завидовать. не заглядывать таким опасным образом на такие явления. Если у кого-то они появились, пускай этот человек сам решит, как с этим разобраться. Это его судьба. Это не судьба того, кто на это смотрит. А то такая есть еще интересное обстоятельство, когда человек не имеет денег, все хочет руководить деньгами, которые имеет другой. Ему кажется, что он мудрее. Хотя некоторые из вас очень мудро тоже пользуются такой простой простым выражением. Но если ты такой мудрый, почему такой бедный? будьте осторожны. Деньги это большой мир, мир, конечно, не божий, который несет очень много соблазнов. А так как вы пока привязаны очень тесно и очень крепко к этому миру, то это очень большой мир распытаний. Будьте осторожны и внимательны. Следите внимательно за своими реакциями, за своими мыслями, которые у вас возникают в этом случае. Лучше много раз советуйтесь друг с другом по поводу своих мыслей, пожеланий, усилий, которые вы пробуете приложить в этом направлении. Это одно из самых опасных явлений в вашей жизни. Поэтому только лишь много раз можно вас призвать к одному быть бдительными, учиться быть мудрыми. Это область, где вы больше всего способны сделать ошибок. Можно ли своей жене уехавшей в мир запретить возвращаться по причине того, что видеться ее не совсем способность исполнять в полной мере истину. Не совсем понятно. Но она не принимает тебя как учителя. Что запретить? А вдруг у нее есть возможность только здесь приехав это сделать что-то недостающее добрать и прийти к правильному пониманию. Тем более, что не принимать истину это не значит, что все плохо. Человек постигает ту ступень, которая для него наиболее благоприятна. Пусть он ее постигает достойно. Это другие ценности. Я ей ставлю условия, что если ты можешь она уезжает каждый год на длительные промежутки времени. Я посоветовавшись появилось такое понимание вести хозяйство на этот период времени у меня одному трудновато. Я проговорил ей такую вещь, что если ты не будешь то есть если ты можешь возвратиться быть как жена рядом в нормальном нормальной мере, то ты будешь искать другую женщину. Да, я проговорил такое возможно в принципе такой возможно шаг. Она ответила, что ты меня шантажируешь этим. Тогда у меня возникло желание сказать, что наверное тебе нежелательно сюда вообще приезжать если у тебя такие мысли что я шантажирую говорю нет это уже не надо было добавлять возможно скажи прости лучше я не употреблю таких фраз то есть благоприятно создать условия чтобы она сюда приехала что такое создать условия выслать денег нет денег я собираюсь создать условия ты просто не препятствуешь а не создаешь условия не должно появиться мысли что я запрещаю конечно так не надо управлять судьбой другого человека ты можешь только не сделать то что тебе непосильно ты видишь неправильным и непосильно вот это ты можешь не сделать но не заставлять другого человека что-то делать или не делать это ее выбор да учитель когда-то после твоей фразы не променяйте истину на огурцы засело внутри опасения возможно ли вырастить огурцы да возможно ли построить жизнь таким образом чтобы быть и с истиной и с огурцами да огурцы дело хорошие конечно или истина не сочетается с материальным достатком огурцы дело хорошее вкусное если хорошо их вырастет надо учиться ну материальный достаток видишь слово очень скользко употребляешь а если у человека способность определять что вот теперь материальный достаток все достиг нужного уровня больше ничего не надо если вы так думаете что такое может быть нет вы ошибаетесь его всегда не будет хватать некоторые он яхты по сто тридцать метров строит и все мало ведь это же надо же потом еще круче вдруг кто-то переплюнет так что эта тема у вас очень непростая и поэтому то что сейчас у вас происходит очень важная часть школы жизни которая должна дать вам много мудрости но одно дело школа жизни предоставит вам мудрость а другое дело возьмете ли вы эту мудрость позволите ли этой мудрости стать не отъемлемой частью вашего естества от этого будет зависеть от вас но то что касается материальных ценностей и вообще материального благополучия это особый вопрос особый и он должен вас хорошо испытать сейчас создать много соблазнов позволит вскрыться у вас зависти она вскроется такая мерзкая пакостная она полезет у многих из вас и лезет уже очень успешно но это нормальное опять же явление ведь сложно изменять себя в лучшую сторону если не знаешь с чего начать поэтому очень важно каждый день уметь отследить то ненормальное что исходит из вас и задаться вопросом а как надо сделать так чтобы это не внутри не исходило как сделать чтобы не поддаться соблазну которые диктуют исходящие это не чистота изнутри вот это уже задача мыслителя человека стремящегося осмыслить происходящую реальность чтобы видеть ее мудрее умнее разумнее оценивать происходящее с ним уметь грамотно применять какие-то законы которые он начинает постигать но он учится их применить теперь к практике вот это уже ваша активность которую вы должны применить поэтому вы пришли в хорошее нужное место и не случайно и одно дело многое может сказать пожать руку и сказать замечательно что вы все таки смогли променять какое-то благополучие на какие-то первобытные условия но этот один шаг еще мало чего значит он значительный но он мало значит важнее будет как вы дальше пойдете сколь долго вы сможете правильно это видеть и с каждым разом видеть все лучше и правильнее как вы дальше это понесете или все таки однажды соблазн вас подкосит и вы разразитесь всевозможными гадостями которым позволите выйти из себя это все школа жизни поэтому ваше умение посмотреть вокруг правильно оценить очень важная задача потому что у всех у вас будет все по-разному не задавайтесь ненормальной идеей чтобы все у вас было одинаково одинаково не будет и у каждого будет то что именно ему нужно то что является благом для него и то что с чем этот именно человек должен уметь правильно распорядиться правильно в этом разобраться это будет его задача но не того кто наблюдает за ним со стороны и у каждого из вас будет разная задача умеете к этому очень грамотно и правильно отнестись поэтому будьте осторожны зависть страшная штука вы легко позволяете ей вами управлять то есть мне нередко приходится наблюдать такие обстоятельства в вашей жизни где я вижу что вы поддаетесь этому и мысль у вас соответственно выкладывается очень нехорошо в опасном русле где удовлетворить возникающие вопросы у вас рожденные завистью нельзя в этом случае даже неправильно будет и пробовать удовлетворять хотя порой хочется шагнуть вам навстречу и дать какие-то пояснения но это такая нехорошая сторона где чувствуешь большую трудность все-таки шагнуть навстречу потому что на самом деле это очень пакостное явление и лучше конечно ничего не пояснять для верующего это нормальное домашнее задание уметь найти нужное объяснение внутри правильное объяснение которое уберет эти ненормальные вопросы и это ваша задача на самом деле поэтому будьте осторожны все происходит не случайно с вами закономерно и в меру того чему вы соответствуете вам предоставляется тот или иной род информации чтобы вы теперь выразили какое-то к этому отношение а дальше если слабее станете конечно перейдете в другой уровень более слабый с другим испытанием характером испытаний более сильным станете перейдете в другой уже уровень другой уровень испытаний появится но все зависит теперь уже от вас что дальше вам предоставлять в жизни заслуживать или чего-то большего или вам надо подсунуть еще более примитивное что-то если вы действительно этого где-то внутри ищите неосознанно ищите но найти должны потому что действительно именно это ищите то что смотрите за своими эмоциями за своими мыслями будьте внимательны к тому что вас смущает соблазн осудить смущение рождает соблазн к осуждению не позволяйте себе это делать как бы другие не тыкали в кого пальцем не позволяйте себе это делать если вы действительно хотите быть достойными верующими не позволяйте себе никого судить позвольте ближним делать жизни и находить то что им предоставляется оно им нужно это действительно нужно а вы находите то что вам нужно умеете это благодарно принимать поэтому вы учитесь здесь и правильно без требований уметь воспринимать материальные ценности которые вас окружают и может быть даже отсутствие таковых и в то же время уметь строить мир где вы тоже должны уметь делать это красиво поэтому с одной стороны напомнить вам опыт прошлого когда однажды были герои которые могли просто все бросить и босиком ни с чем пойти в мир это были замечательные люди но это возможно только в единичном случае на этом нельзя строить общество а как единичный опыт какой-то подвиг он допустим он действительно приводит способен привести ко многим победам серьезным победам но это если не ставит задачу выстроить общество поэтому такой подвиг он был уместен и в какой-то мере поэтому и вам хотелось бы пожелать уметь относиться к материальным ценностям правильнее не быть так зависимы от этого и в то же время вы должны учиться делать красиво вы должны уметь делать действительно то что будет позволять раскрываться вашему творчеству вашей поэзии вашему умению стремлению сделать это чудесным образом как-то очень красиво а для этого требуется определенные материальные затраты ваших усилий физических усилий еще каких-то ценностей которые вы готовы к этому применить все это теперь надо суметь вам сочетать поэтому крайности здесь не должно быть здесь должно быть умелое сочетание и вашего умения быть независимыми от материальных ценностей и в то же время уметь ими правильно пользоваться но теми ценностями которые действительно уместны для нормального духовного развития человека поэтому все это это большая задача поэтому то что от вас требуется это можно сделать только большим вашим объемом это не сделать отдельными маленькими группами это вот то о чем мы начинали нашу встречу поэтому если кто-то еще раз опять напомню ищет ну где же покажите пример где есть какие-то правильные взаимоотношения это будет неправильный взгляд отдельные нормальные отношения можно увидеть но они недостаточные полноценные потому что полноценными они смогут стать только в большой массе ваших таких же усилий вот тогда они приобретут полноценность они дадут те плоды которые требуются которыми нужно появиться при правильных ваших усилиях но пока этого единого порыва нет единых усилий нет в нужном направлении и правильных усилий это пока будет находиться все ваши все ваши действия в таком несколько взвешенном состоянии но если пока вы это делаете значит другого пока быть не может это естественная данность данность которую лучше было бы раньше не знать но если она есть это однозначно можно ценить как данность которую сбежать было невозможно значит вам ее надо пройти значит если пока это еще вас вынуждает быть в каком-то подвешенном состоянии значит время еще есть какое-то время есть но это не означает что время если есть то надо не торопиться лучше конечно торопиться быть критичным своим проявлением и внимательным именно проявляя внимание внутрь себя кто вы есть что вы есть и что вы источаете из себя благодарность ли умение выразить уважение к ближним или все-таки гоняетесь и пытаетесь их поймать за хвост с таким увлеченным состоянием таких охотников за нечистью не надо играть в эту ненормальную игру раскрывайте свое хорошее что у вас есть позволяйте этому прежде расцветать утвердиться у вас внутри укрепиться расцвесть как бы другие руки не пытались прикрыть это хорошее по неумению конечно же прикрыть потому что и ткнут неудачно и прижмут неудачно это не страшно это может только вас укрепить на самом деле подножка слабого это только благо сильному это прекрасная возможность стать еще сильнее ну так и пользуйтесь этим и не сетуйте на слабых а вот когда вы укрепитесь вот тогда и слабые станут еще сильнее благодаря тому что вы укрепитесь вы уже повлияете своим духом на их дух потому что вы все вместе вы в одном поле и вы будете воздействовать неизбежно не всегда важны ваши слова важно ваше духовное состояние оно играет самую важную роль а не ваши пламенные речи о праведности которые пытаются друг другу выразить так что добро я вам учитесь вы делать достойно задачи остались никто и не поменял а отсюда в зависимости от того как что-то у вас активно изменяется уже возникает необходимость надо что-то вам еще проговорить или пока можно не проговаривать не активировать события происходящие в вашей жизни не подталкивать вас то что мы встречаемся это уже подталкивание начинает активироваться ваше событие жизненное сразу изменится характер ответственности но если такое пожелание у вас нет значит пришло время опять вас потрогать побудоражить все закончим закончим достаточно вы услышали надеюсь правильно осмыслите но там время если будет еще встретимся если не будет все равно встретимся желаю вам счастья радости и быть бдительными друзья будьте бдительны соблазна вас рядом прямо за вашей спиной и тут тесно с вами двигается соблазна будьте мудрыми и будьте добрыми умейте терпеть еще раз счастья вам радости до встречи до встречи до встречи до встречи